Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с техникой декупаж, а также продолжаем декорировать нашу небольшую маленькую табуреточку. В предыдущей передаче мы с вами остановились на том моменте, что я верх табуретки прокрасила кракелюрным односоставным лаком, и мы договорились, что он у нас должен высохнуть. Так вот, он у нас высох, теперь не нужно нанести второй слой краски. Вообще, я представила, что данная табуреточка будет хорошо смотреться предпочтительно в белых цветах, на ней будут розовые трещины, и, соответственно, в технике декупаж будут приклеены различные рисунки роз. Мы замешали, пока у нас все сохло, мы замешали новый колер, новую краску. Для этого мы взяли, опять-таки, акрил, белый в первую очередь, и к белой акриловой краске мы добавили немножко охры. Но, действительно, вы знаете, иногда чисто белая краска смотрится уж слишком новой, да, а для того, чтобы придать, ну, некий эффект старины нашему изделию, конечно, надо и цвет краски искусственно чуть-чуть подстарить, поэтому немножко охры, естественно, не повредит. Ну, впрочем, для того, чтобы приглушить немножко самый яркий цвет, то есть белый, вы можете использовать не только охру, можно добавлять туда, например, серые или голубоватые цвета. В различных вариациях у вас будут получаться различные красивые колеры. Ну, а теперь самое главное. Как же нашу краску нужно наносить поверх высохшего слоя кракелюрного лака? Вот здесь-то тоже кроется еще одна из небольших, ну, не сказать, что тайных, а секретов просто декора в технике кракелюра и в технике, соответственно, декупаж. Итак, краска должна быть, не могу сказать, что должна быть слишком жидкая, но и не густая. То есть акрил разводится до состояния средней густоты, потому что если краска будет слишком жидкая, то розовый цвет в данном случае у нас будет просвечивать не только в трещинах, а вообще, да, то есть будут видны полоски, как будто бы мы нерадиво красим забор. А если у нас будет слишком густая краска, то будут оставаться комочки. Вот таким вот образом. Одна небольшая тонкость. Как же нам нужно наносить краску на поверхность? Если вы помните, то кракелюрный лак я наносила тонким слоем вдоль, да? А вот теперь как раз как же наносить краску? Я вам рекомендую наносить ее поперек. То есть, чтобы слой лака и слой краски сверху были взаимоперпендикулярны друг к другу. Слои нанесения я имею в виду. Так ваши трещины будут наиболее интересны и фактурны. Потому что если и кракелюр, и краску красить вдоль, то у вас получатся длинные такие, ну, как трещины, вдоль мазков кисти с лаком. И это будет, в общем, не очень красиво. Хотя в целом, конечно, идеально, перпендикулярно, может быть, и не стоит наносить. Потому что небольшой хаос в мазках, ну, в общем, тоже придаст, наверное, определенный интересный эффект. Берем плоскую кисточку. Также я беру синтетический волос. Набираю на нее достаточное количество краски. Желательно, чтобы эта краска сконцентрировалась у нас, в общем-то, на кончике кисточки, на кончике волосяного покрова, а не ее основания. И, в общем-то, с любого удобного угла, в данном случае мне удобнее справа начинать, поскольку, ну, как-то так в данном случае, мы начинаем равномерно наносить краску на заранее подготовленную поверхность. Вот таким вот образом. Желательно, чтобы краски у вас хватало на мазок вдоль всей поверхности. При этом я вас очень прошу дважды в данном случае не мазать по одному и тому же месту краской, потому что тогда вы просто сорвете вот этот тонкий слой лака, и трещин у вас вообще не получится, или они получатся очень какие-то некрасивые. Поэтому лучше, прежде чем приступить к декору уже какого-то изделия, потренироваться просто на какой-нибудь дощечке. вот этому моменту. Конечно, в данном случае надо, чтобы изделие перед вами удобно расположилось. Можно его, естественно, вращать, там как-то поднимать, чтобы, в первую очередь, было вам удобно, а не табуретки, да? Поэтому надо все заранее продумывать, как вы будете декорировать. Конечно, по ходу работы могут возникать какие-то огрехи и неточности. Но в целом, пусть вас это не смущает, это же и есть ручной труд в этом, и есть вся прелесть изготовления какого-либо ручного декора. Это же не машинное производство, поэтому, конечно, может быть, где-то краска чуть-чуть и содерется больше, чем надо, а где-то, может быть, трещина не совсем получится. Но, в общем, в любом случае, мы сверху еще будем наклеивать декупаж, в чем, кстати говоря, очень большой плюс этой техники, техники декупажа, что, например, изделие можно не доводить до идеального состояния, там, не идеально не зашкуривать, какие-то неровности, они все исчезнут вот под этими многочисленными техниками декора, и, в общем, оно будет выглядеть гораздо лучше, чем было. Вы, наверное, сами это заметили, что табуретка у нас далеко не идеальная была перед началом работы. Там были и какие-то неровности на ее поверхности, и старая запекшаяся краска. Поскольку я вам открою секрет, я эту табуретку использовала в технических весьмацелях у себя дома. Она мне служила верой и правдой, когда я делала дома ремонт у себя. Ну вот, теперь я решила ее так вознаградить за эти усилия. И вот вы можете посмотреть поближе, как у нас проявляются и получаются трещины. Вот здесь у меня небольшие отверстия от шурупчиков. Я их потом просто отдельно маленькой кисточкой закрашиваю. Итак, краску мы полностью нанесли на верхнюю поверхность нашей табуретки. Теперь мы с вами подождем, пока все это окончательно высохнет. Дело в том, что следующим этапом уже будет непосредственно приклеивание декупажа. Но, как вы сами понимаете, на непросохший слой декупаж лучше не клеить. Потому что это, в общем, может испортить всю такую сложную и кропотливую работу, которую мы выполняли до этого. И пока наша табуреточка сохнет... Кстати, сколько это может занять времени, вы знаете, сложно сказать, но в районе 10-15 минут. Хотя, впрочем, вы можете посушить феном. Но только, пожалуйста, не очень горячим воздухом, потому что слишком горячий воздух из фена может начать жечь краску. Она, представьте себе, будет вот как бы даже немножко сморщиваться, как кожа, да, от воздействия слишком высоких температур. Поэтому лучше не перестараться. Ну, а пока сохнет, я вам немножко расскажу еще поподробнее о том, что делать с нашими декупажными рисунками и картами. У меня уже заранее здесь приготовлено небольшое количество розочек, которые я буду приклеивать. Однако, как вы выбираете рисунок? Конечно, вы выбираете рисунок, исходя из ваших пристрастий и вкусов. Но в данном случае мы договорились, что будут розы. Берем салфетки. Я вам сейчас объясню на примере нескольких. У меня тут есть примеры и салфеток вырезанных, и примеры вырезанных из карты, сделанных на рисовой бумаге. Итак, во-первых, когда вы будете вырезать из салфеточки, естественно, вы берете маленькие маникюрные ножницы и аккуратно, как можно тоньше и ровнее, вы подрезаете все вот то, что, собственно говоря, вы видите. Но, обращаю ваше внимание, что салфетку мы пока не расслаиваем, потому что если вы изначально салфетку расслаите, а потом будете резать, то, в общем, это будет очень сложно. Поэтому, как вы видите, здесь пока что салфеточка состоит ровно из трех слоев. Вот она у меня пока что вот так. Но, поскольку я уже готовлюсь к работе, я ее разделяю и уже отдельно кладу перед собой готовые фрагменты. Ну, а, соответственно, ненужные откладываю в сторону. Что еще дальше? Также я поступлю со всеми остальными розами, которые я вырезала из салфеток. А вот, пожалуйста, пример розочки, вырезанной из рисовой бумаги. В данном случае, как я говорила, рисовая бумага обладает некой такой способностью становиться почти что прозрачной. И будет виден только уже напечатанный рисунок. Поэтому здесь можно не так аккуратно вырезать. Ну, конечно, постарайтесь тоже как можно ближе подойти к рисунку, но вот тем не менее. Да? Какие-то неточности можно сохранить. И вот даже более того, у меня есть еще даже одна такая маленькая розочка. Она вырезана из обычной полиграфической карты. Вот видите, она даже с двух сторон одна и та же. У нее нет лицевой или обратной стороны. Она достаточно плотная бумажка. Мы ее немножко размочим в воде и тоже приклеим. В общем-то, здесь действительно на одном изделии вы можете собирать примеры из разных карт, из салфеток, из рисовой бумаги. Вообще сейчас, если вы зайдете в художественный салон, вы увидите великое множество. Сейчас появилась какая-то новая бумага с очень затейливым иностранным названием. Она немножко похожа на такую, что ли, оберточную бумагу для подарков. Да, вот подарки заворачиваю. Только она намного-намного тоньше. И там тоже бумага с металлическим эффектом. Очень красивые и затейливые орнаментальные рисунки на ней напечатаны. Более того, в приложении к этой бумаге обычно продавцы советуют еще приобрести и специальный клей. Не докупажный, а именно специальный клей для этой бумаги. Но, впрочем, я вас могу уверить, что эта бумага прекрасно клеится и на обычный ПВА. Так что вы можете так сильно не разоряться. В общем, конечно, каждый, ну не день, конечно, но какой-то определенный период времени продавцы и те люди, которые занимаются арт-индустрией, предлагают нам все новые и новые варианты. Так что следите за новинками рынка и, в общем, используйте это на благо своей фантазии. И, в общем-то, пока это у нас сохнет, мы дальше начинаем наши салфеточки разделять. Опять-таки, хотелось бы сказать вот еще какой момент. В данном случае у нас скамейка покрыта базовым слоем, ну почти что белым, да, там легкий кремовый оттенок. А что же делать, если вы, например, хотите докупаж приклеить, ну, на синюю скамейку, ну, там, я не знаю, на синий предмет или на темно-зеленый. Согласитесь, что, может быть, на темно-зеленом розы тоже будут красиво смотреться, да, но есть такое искушение, что цветочки на темном фоне не будут заметны, да, согласитесь. Они же полупрозрачные, бумага, и, в общем, так вот растворится. Для этого существует, опять-таки, еще один маленький нюанс. В данном случае, если у вас темная основа, после того, как вы все прокрасите, придумаете композицию, как эти цветы там или любые другие варианты объектов разместить, вы их прикладываете, аккуратно обводите карандашиком, убираете, и место под, скажем, цветочком закрашиваете белой акриловой краской. Но я не могу сказать, что это место должно быть закрашено идеально, там, без полосочек и так далее. Просто тонким ровным слоем белой краски. Краска высыхает, и сверху вы приклеиваете. В данном случае какой-то объект из докупажа, тогда он будет лучше виден и лучше читаться, потому что, конечно, на темной основе светлый докупаж, он пропадает. Поэтому вы имейте в виду это, когда будете выбирать цвет, тот или иной цвет основы. Хотя, в принципе, просто сейчас очень популярно докупаж делать на светлых вещах. В принципе, это является, наверное, некой аналогией стиля Прованс, может быть, и так, ну, как-то под Прованс, да, по крайней мере, это делается декор в данном случае. Но вполне можно делать хоть на черном фоне, если вы этого хотите, просто тогда под докупаж делайте, пожалуйста, белую основу. Итак, наша поверхность высохла. Пока она высыхала, мы, как следует, расслоили все наши салфеточки, продумали композицию. Естественно, в данном случае каждый выбирает сам, как ему нравится, больше докупажа и меньше кракелюров. Либо, наоборот, можно поверхность оставить практически всю в кракелюрах, а докупаж лишь чуть-чуть. Ну, здесь, конечно, хозяин барин, поэтому вы будете смотреть, сообразуясь с тем эстетическим видом, который может иметь данное изделие, которое вы будете декорировать. Но мне показалось, что так будет логично в данном случае, поэтому я аккуратно размещаю вырезки из докупажа по поверхности. В принципе, у нас еще и по бокам будет немножко докупажа, но пока эти заготовочки лежат в стороне на столе. А сейчас я вот их разместила так, как мне понравилось. Теперь самая тоже такая ответственная работа, это, соответственно, приклеить в данном случае наши вырезанные салфеточки к основе. Для этого я беру клей для докупажа и, опять-таки, чтобы полностью не испортить весь клей, налитый в баночки, я выливаю в отдельную емкость. Беру кисточку широкую, плоскую, мягкую. В общем-то, вы можете использовать как искусственный ворс, так и натуральный. Конечно, натуральный ворс лучше, если это не нищетина, но, с другой стороны, натуральный ворс очень быстро портится от докупажного клея, потому что докупажный клей, вы знаете, даже не очень хорошо вымывается. И в любом случае, даже если вы будете с мылом, кстати, лучше всего кисточки мыть хозяйственным мылом после, скажем, вот таких работ по декору, потому что именно мыло этого сорта позволяет хорошо вымыть все частицы краски, клея из волосков кисти. Итак, наш докупажный клей уже достаточно хорошей консистенции, жидкий и вязкий. Мы его набираем на кисточку, он беловатого цвета, пусть вас это не смущает, потому что после высыхания он станет абсолютно прозрачным. После этого вся тонкость работы заключается в следующем. Салфеточки, как вы понимаете, да и, в общем-то, потом я буду клеить на обок рисовую бумагу, они достаточно тонкие, а клей, естественно, он с примесью воды, поэтому у нас салфетка может очень быстро начать сморщиваться, чтобы это не произошло, чтобы на ней не было лишних заломов, трещин и так далее, которые будут портить эстетический вид. Мы делаем следующим образом. Твердыми, решительными, но мягкими движениями кисти мы начинаем наносить клей поверх салфетки, обращаю ваше внимание, поверх салфетки от центра к краям, аккуратно придерживая еще не приклеенные фрагменты. Обращаю ваше внимание на мелкие и тонкие детали. Они, иногда бывает у них такая нехорошая привычка, они могут приклеиться к кисточке случайно и за ней потянуться, вследствие чего рисунок может случайно ободраться. Поэтому вы всегда, когда красите, вернее, прошу прощения, не красите, а наносите клей поверх салфетки, вы всегда кисточку проводите чуть дальше рисунка и только потом ее отрываете от поверхности, потому что если вы не доведете, то это 90%, что ваша салфетка приклеится к кисточке, и потом будут определенные проблемы. Так, один цветочек готов. Продолжаем дальше. В общем-то, небольшие морщинки всегда можно потом тоже отредактировать, еще раз обмакнув кисточку в клей. У меня немножко краска ползет, видимо, основа чуть-чуть не высохла, или где-то она здесь зацепилась за кисточку. И немножко еще подредактировав. Таким вот образом. Еще один цветочек у нас на очереди. У меня, к сожалению, основа все-таки до конца идеально не просохла, поэтому краска чуть-чуть тянется на рисунок. Но вы, пожалуйста, так не делайте, потому что мы здесь немножко ограничены во времени, и вследствие этого происходят такие нюансы, а дома вы будете делать все в совершенно спокойной обстановке, поэтому ждите полного высыхания краски. Итак, на верхнюю поверхность табуретки мы с вами салфеточки приклеили. А теперь по бокам мы с вами тоже немножко декорируем наше изделие. И вот как раз на левый бок я хочу приклеить один из элементов, вырезанных из рисовой бумаги, а другой из плотной полиграфической. Посмотрите, пожалуйста. Рисовую бумагу мы приклеиваем точно так же, как и салфетку. То есть кисточку обмакиваем в раствор клеящий, и также поверх начинаем смело наносить. Вот таким вот образом. Сейчас у вас будет возможность, кстати, увидеть, насколько наша рисовая бумага станет прозрачной. Салфетки, как вы видели, тоже стали достаточно прозрачной. Ну, в общем, рисовая бумага тоже, да. Кстати, есть очень интересный момент. Не вырезать рисунки из бумаги, а рвать. То есть аккуратно мы рвем кусочки бумаги. Тоже как кому нравится. Можно и порвать. А вот у нас с вами розочка, которая на плотной бумаге напечатана. Для этого мы ее чуть-чуть окунаем в водичку. Вот я ее просто окунаю здесь в водичку. Она становится такой более мягкой и податливой. А вот здесь, будьте внимательнее, мы наносим клеящий состав как раз на ту часть, которая будет непосредственно приклеиваться, в данном случае, к табуретке. То есть здесь классическая техника приклеивания. Мы нанесли. Аккуратно здесь вот так вот размещаем. И сверху можно пригладить, ну, или руками, а сверху тряпочкой. Вот, собственно говоря, здесь без затей. Таким вот образом. Аналогичным образом мы приклеим декор и на другую часть нашей табуреточки. Здесь тоже у меня, обращаю ваше внимание, рисовая бумага. Я ее просто начинаю приклеивать. Кстати, рисовая бумага, конечно, она не такая капризная, как салфетки. Она не так сильно рвется. Да, в общем, вы, наверное, если пойдете в магазин и сами это увидите, пощупаете ее, она достаточно плотная. Но с другой стороны... Давайте сюда такую желтую розочку приклеим. С другой стороны, конечно, у салфеток тоже есть свой плюс. Салфетки, безусловно, они ложатся на самую такую прихотливую поверхность. За счет тонкости своей бумаги они действительно могут полностью покрыть любые трещинки, фактурные поверхности. Кстати, декупаж может быть не обязательно вот на такой плоской поверхности. Иногда бывают поверхности, например, сильно закругленные и так далее. И, конечно, рисунки, вырезанные из плотной бумаги, вы на очень сложную поверхность не приклеите. А, собственно говоря, салфетки приклеятся на поверхность любой формы. Кстати, очень даже такой сейчас популярный вид новогоднего декупажа – это декупаж своими руками новогодних шаров. Когда можно действительно купить самые обычные новогодние шарики, не бог весть, какие, и сделать действительно уникальные в том плане, что и рисунки будут ваши личные, и действительно они очень интересно украсят ваш дом к рождественским и новогодним праздникам. И уж таких новогодних шариков точно ни у кого не будет. Ну, а в данном случае наша табуреточка с вами готова. Конечно, можно ее еще чем-то украшать и декорировать, но мы на этом с вами пока что остановимся. После того, как все высохнет, желательно, конечно, ее покрыть сверху покрывным лаком. Потому что в любом случае салфеточки тоненькие, ну и табуретка, я думаю, будет использоваться по своему прямому назначению. И, в общем, поэтому слой защитного покрывного лака совершенно необходим. Это может быть, как обычный акриловый лак, который продается как в художественных салонах, так и в строительных магазинах. Это может быть даже и любой лак для мебель. Единственное условие, чтобы изделие полностью высохло. В общем, чтобы не ошибиться, лучше покройте через сутки. И после этого вы изделие можете смело эксплуатировать, в общем-то, в любых условиях по своему назначению. На этом время наши лекции потихонечку подходят к концу. Однако техника кракелюров на этом, например, не исчерпывается. Сегодня я вам рассказала о технике односоставного лака кракли. Существует, и, может быть, некоторые телезрители это уже знают, и даже знакомы с этим, техника двухсоставного кракелюра. А вот об этой технике я вам расскажу уже при нашей следующей встрече. Ну, а на сегодня до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok